всем привет хочу сегодня снять видео на такую личную тему как мой опыт родов может кому-то это будет интересно и кому-то поможет что я в свою очередь перед родами подобные видео на ю тубе смотрела начнем с того что я очень хотела рожать самостоятельно я ужасно не хотела кесарево сечения но у меня были риски некоторые связаны с естественными родами первое это то что у меня средняя степень близорукости а второе это то что на 32 неделе был на узи подтвержден такой факт что у меня будет крупный ребенок с близорукостью мы решили этот вопрос таким образом врач мой который вела беременность отправила меня в институт микрохирургии глаза где мне сделали обследование глазного дна и приняли решение что рожать можно самостоятельно по поводу крупного плода мне моя гинеколог предлагала плановое кесарево так как размеры таза позволяли мне рожать самостоятельно но по фактуре я достаточно таких удощавая но я отказалась я хотела рожать самостоятельно на 34 неделе я познакомилась с врачом который у которого я планировала рожать он подтвердил поддержал мое стремление родить самостоятельно роды у меня планировались на 7 10 декабря 2011 года в ноябре на целый ноябрь роддом которым работал мой врач закрывался на мойку а я очень переживала мне доктор сказал что если у меня роды начнутся в ноябре то я смогу рожать в отделении клинической больницы которая находится в этом же медгородке но я очень переживала не хотела рожать в отделении хотела рожать в роддоме но сейчас я благодарна что все так получилось потому что на тот момент в отделении было только три девочки с новорожденными детками и в тот вечер никто не рожал кроме меня и персонал мог заниматься только мной по истечению времени по прошествии этого процесса я поняла что если бы я была попала в свои со своей ситуации в обычный роддом то если бы я попала по скорой помощи меня бы сразу прокесарили я думаю а если бы у меня принимал мой доктор роды то на каком-то этапе он бы тоже смог у меня парки ну я думаю он бы меня прокесарил но в том родильном отделении не было возможности сделать кесарево сечение я потом поняла потому что хоть мой доктор и делал кесарево но там не было анестезиолога там не делали анестезию то есть им если бы мне понадобилось кесарево сечение меня бы отправляли куда-нибудь ну другой роддом роды у меня начались таким образом 26 ноября моей мамы было день рождения мы с мужем поехали поздравили ее посидели покушали потом поздно вечером вернулись домой и я легла спать собиралась спать но в час ночи у меня случилось как будто бы расстройство кишечника и заболел живот но я это не связывала никаким образом со схватками я думала что это просто я переела или отравилась целую ночь у меня продолжались такие же симптомы как-то беспорядочно абсолютно мне казалось болел живот и это мне казалось что это связано только всего лишь с отравлением или с перееданием вот на утро то же самое продолжалось я все равно еще не думала о том что возможно у меня начинаются роды потому что срок был у меня 38 недель на тот момент 39 неделя только началась потом днем я начала замечать что боли в животе будто бы имеют какую-то периодичность то есть я начала засекать но она была не точная там в районе 11 15 минут промежуток я все-таки них не звонила врачу потому что это было моё глупое поведение но я думала мне не хотелось позвонить и не быть уверенной что это на самом деле у меня роды они что я отравилась или переела во второй половине дня я замечала я начала замечать что промежуток между болью в животе сокращается и принимает уже более такой четкий вид уже было 8 9 минут я позвонила врачу объяснила ситуацию врач предложил пойти в это родильное отделение так как родом был закрыт на тот момент на мойку провериться у дежурного врача и по результатам осмотра перезвонить ему и сообщить в пять часов мы пришли в родильное отделение у нас планировались совместные роды с мужем меня осмотрел дежурный врач и к своему удивлению и к моему удивлению и к удивлению всего медперсонала оказалось что у меня на тот момент было почти полное открытие то есть не было 8 по 8 сантиметров с таким открытием я читала что некоторых девушек женщин уже отправляют рожать на кресло позвонили в срочном порядке моему врачу мне сказали принять пойти в палату и лежать в горизонтальном положении потому что они боялись что у меня сейчас начнутся роды уже конкретно и врач мой не успеет но так как у меня был крупный ребенок врач не только успел а и промаялся со мной еще четыре с половиной часа приехал доктор мой и забрал меня отвели на осмотр вот до этого момента хоть и у меня было уже полное открытие первый период родов практически был закончен первый период это период открытия шейки матки я могу подтвердить что на моем опыте у меня не было никаких ужасных болей ужасного плохого самочувствия тоже не было абсолютно нормальное самочувствие до болел живот но абсолютно терпимо на осмотр и вскрыл мне плодный пузырь мне поставили еще то что у меня было многоводие и он сказал что плод у меня действительно крупный и что у него уже кости головки так как я ела много кальция последние месяцы беременности кости головки уже очень плохо не мобильны окостеневшие а в связи с этим он сказал что у меня ну как бы мне нужно будет постараться чтобы родить ребеночка и я должна их слушать и они мне помогут сделать у меня было уже полное на тот момент открытия на момент осмотра доктором но ребенок был высоко и через малый таз он еще ну все еще не собирался проходить после как того как мне прокололи пузырь у меня наступили очень болезненные схватки они были такие что сохранять вертикальное положение я не могла я держалась за мужа но я постоянно сползала вниз на пол они сразу же после прокола пузыря начались очень болезненны я залезла на кровать и стала на четвереньки потому что я знала что лечь или сесть это вредно сесть вредно а лечь это просто будет медленно очень потом все проходить но зашли врачи и начали меня ругать за то что я не стою не стою ну я начала объяснять что я не могу стоять у меня там попытались уговорить но у меня началась очередная схватка и по мне было видно что стоять это нереально меня отвели в предродовую мужа туда же отвели и меня усадили на фитбол на большой мяч и сказали на нем сидеть я сидела на этом фитболе и вот с этого момента и до родов непосредственно у меня наступили такие самый самый тяжелый период схватки были очень болезненные промежуток сократился практически до 1 2 минут сама схватка была очень болезненная я не успевала перед передохнуть когда она заканчивалась сразу же начиналась новая схватка все время приходил доктор осматривал меня и делал заключение что головка ребенка не опускается в отделении не было эпидуральной анестезии не было анестезиолога поэтому мне приходилось не терпеть эти схватки просто так хочу сказать что у женщины первый период родов а именно открытие шейки матки заканчивается последним этапом то есть открытием шейки матки на не на последних несколько сантиметров и вот в это время у женщины очень сильно болезненные схватки но я изучала читала в интернете про это перед родами и обычно у женщин этот период длится не очень долго то есть вслед за этим наступают потуги которые уже отличаются тем что женщина очень хочет выталкивать ребенка у меня эти схватки за счет того что ребенок не опускался хотя он уже давным-давно мог бы родиться потому что открытие было полным а ребенок не опускался и меня мучили ужасно эти последние схватки приходил доктор мне делали это г это измеряли пульс ребенка он был в норме и это давало возможность врачам ждать после этого пришел доктор сказал что это плохо так много времени находиться с полным открытием и когда закончился уже закончилось открытие шейки матки ребенок все еще не собирается рождаться и сказал что несмотря на отсутствие поток мне надо сейчас я буду тужиться я лежала на кровати мне сказали лечь на кровать и объяснили как тужиться и сказали тужиться это было очень тяжело потому что самих самих потуг у меня не было были только эти ужасно болезненные схватки но тужиться приходилось все равно потому что у меня не было другого выхода я тужилась меня сначала не очень получалось сначала получалось в голову было конечно очень больно я не могу даже это объяснить словами и И это невозможно объяснить, но было действительно очень больно. И я тужилась, прошло еще, наверное, прошло минут 45 или даже час. По реакции врача после его осмотра, мы вообще по его осмотрам и по его разговорам с персоналом, я поняла, что ребенок не опускается. На этом этапе, наверное, в роддоме, если бы меня принимал роды этот врач, наверное, на этом этапе меня бы прокесарили. Опять же, измерили пульс ребенку, он был в норме, и это давало возможность ждать. Но ждать они уже не стали, они решили принимать вообще уже меры такие жесткие. Сказали, что я буду тужиться стоя. И мне подключили капельницу со стимуляцией. В тот момент, когда родовая деятельность у меня и без нее была очень хорошая. Мне подключили самый минимум, акушерка подключила, но мое самочувствие, если до этого оно было очень плохим, то оно стало просто ужасным. И я уже даже не могу вообще не описать, не вообще адекватно как-то рассказывать об этом. Ну, рассказывать могу, но я не могу. Это не подлежит вообще, как мои ощущения, не подлежат описанию. Схватки слились в одну бесконечную схватку. Промежутков между ними не было, и они стали, ну, очень жесткими и очень болезненными. То есть меня просто выкручивало. Я тужилась, это было очень мучительно. Тогда мне хотелось, чтобы, я не знаю, меня там выкинули из окна, усыпили, ну, что угодно. Не знаю, что угодно. Я протужилась еще, наверное, полчаса или минут 20-25. Я была очень уставшая и очень измотанная бесконечными болями. Тем более на окситоцине это, ну, просто было ужасно. На очередном осмотре оказалось, что головка ребенка наконец-то опустилась. И меня отправили уже рожать на кресло. Я перешла на кресло, вот, я взобралась на кресло, и на кресле я еще тужилась достаточно-таки большое время, потому что небольшое, ну, где-то минут 25-30 еще на кресле было поток. Ну, я никак не могла вытужить ребеночка. Судя по тому, что как-то надо мной проехал персонал, там, за отделением, и еще кто-то. Мне предлагали воду и поливали меня чуть ли не этой водой. И как-то вообще, то есть, по-моему, выглядела я не самым лучшим образом. Хотя я на тот момент вообще не могла оценить, как я выгляжу и что я вообще чувствую. Я была уже очень измотана вот этими потугами, когда я тужилась уже практически 2 часа. И доктор сказал, что так как у меня проблемы с глазами, и нельзя больше мне тужиться так в холостую практически, и что ребенок крупный и идет под каким-то там специфическим углом, мне нужно будет сделать разрез промежности. Ну, я начала кричать и просить, что не надо это делать, но меня, конечно, никто не послушал. Мне дали еще пару поток попробовать, но у меня ничего не получилось, хоть я очень боялась разреза, и тужилась так изо всех сил, что просто я аж, ну, очень, я отдавала уже последние силы. Но все равно я только слышала, как ребенок сильно там упирается, и прям я чувствовала, что он не сможет там пройти. После чего мне сделали эту процедуру, этот разрез, и ребенок, по-видимому, был уже полностью готов к выходу. Сразу же родилась головка. У ребеночка оказалось, что обвитие пуповиной, то есть я родила головку, тужилась изо всех сил, и мне акушерка закричала «прекратить». Я, то есть, прекратила, когда ты тужишься весь из себя, и тут тебе кричат «прекрати обвитие у ребенка», и ты весь это должен сразу же моментально прекратить, потому что обвитие – это очень опасно. Мы сняли с шейки пуповину и сказали продолжать тужиться. Я потужилась, и сразу же я увидела, что подняли ребенка, и мне ребеночка положили на живот. Ребеночек почему-то молчал, то есть он не кричал. Я сразу же спросила, почему ребенок не кричит. Мне сказали подождать. Я еще раз спросила, почему не кричит ребенок. Ребенок все молчал, но я чувствовала, что он шевелится. Я увидела, как переглянулись медперсонал между собой, но врач им сказал, что он еще на пуповине, что, мол, пульсирует пуповина, и у него еще есть время у ребенка. Я не знаю, с чем это было связано, но не сразу закричал. Сначала он как-то захрипел, потом закашлял, а потом уже начал кричать. Все облегченно вздохнули, его забрали, потом уже обрезали пуповину. Он родился весом 4,60 и рост у него был 57 см. Вот такими были мои роды. Я сделала достаточно короткий ролик, чтобы это не сильно грузило. Если будут какие-то вопросы или возникнут какие-то комментарии, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо за внимание. Пока-пока.